Это вообще можно показывать по телеку? Добро пожаловать на WatchMonger Россия, и сегодня мы представим топ-10 комедийных шоу с самым черным юмором. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. В этот список мы включили комедийные шоу, учитывая, насколько черным был юмор и качество проекта. Номер 10. Уилфред. Уилфред рассказывает историю Райана. Он единственный видит собаку своего соседа в виде человека в костюме собаки. За основу проекта взять сюжет австралийского предшественника, но сделан он в более мрачных тонах. Когда сериал начинается с того, что главный герой пытается покончить с собой, вы понимаете, что это будет довольно мрачная комедия. На протяжении четырех сезонов этот грубый пес освещал меланхоличную жизнь Райана. Шуток про собак достаточно, равно как и про секс, наркотики и психические заболевания. Если вы любите собак, а кто не любит, это шоу должно быть в вашем списке фильмов к просмотру. Номер 9. Сказки на ночь Тима и Эрика. У Тима и Эрика есть много веселых и причудливых сериалов. Этот один из самых мрачных, но не менее веселых или причудливых. Он представляет собой антологию комедийных ужасов, вроде юмористической версии «Сумеречной зоны». В некоторых сюжетах появляются такие персонажи, как доктор, который ест пальцы ног, человек, мучающий своего соседа, пока тот не соглашается потусоваться, и человек, который решает, что хочет быть взрослым ребенком. Удачное сочетание нестандартного, грубого и шокирующего юмора выделяет эту антологию среди сериалов современников. Хотя, если задуматься, он, пожалуй, слишком уникален, чтобы действительно иметь современников. Все им известно, что Рик и Морти – одна из самых креативных комедий на телевидении 2010-х годов. Но большинство зрителей скучает по философским темам, которые повторяются на протяжении всего сериала. Рик – ученый, который путешествует по мультивселенной со своим неуклюжим, но милым внуком. При этом он иллюстрирует апатию к другим версиям своей семьи и даже к самому себе, причем даже его самоотверженные действия оказываются корыстными схемами. От создателей шоу потребовалась смелость, чтобы буквально уничтожить свою собственную вселенную в шестом эпизоде. Но одна из самых хорошо написанных комедий на ТВ сделала это так, что смогла показать уникальную точку зрения, которая заставляет задуматься. Номер семь – «Ты – воплощение порока». Некоторые лучшие черные комедии хороши тем, что главный герой – просто говнюк. Джимми – эгоистичный и подлый человек, который начинает влюбляться в Гретхен, которая также цинична и саморазрушительна, как и он сам. Завершают актерский состав Линдзи – подруга Гретхен, которая вышла замуж из-за денег, и Эдгар – сосед по комнате Джимми. Шоу посвящено депрессии, ПТСР, наркомании и изменам, но все здесь воспринимается в шутку. Джимми обычно выражает свои крайне нигилистические взгляды любому, кто его слушает, но все же не пренебрегает предательством ради собственной выгоды. Он – воплощение порока. Поняли? Номер шесть – «Детская больница». И достающий апостроф в английской версии название – далеко не самая оскорбительная вещь в этом комедийном сериале. Это пародия на популярные медицинские драмы, где большинство врачей – самовлюбленные люди, мало заботящиеся о своих пациентах. Немного тревожит тот факт, что большая часть суток связана с лечением больных детей, но шоу настолько смешное, что это работает. В веб-сериале «Многие бессмыслицы» здесь часто ломают четвертую стену и показывают фальшивую рекламу, проявляя мало внимания к политкорректности. Номер пять – «Баскетс». Вы можете придумать что-то более интересное, чем грустный клоун в исполнении Зака Галифианакиса. В сериале внимание акцентируется на клоуне Чипе, который вылетел из школы и вернулся домой в штат Калифорния. Шоу становится мрачным, когда мы начинаем видеть мучения Чипа, которые происходят почти на каждом шагу. Плюс в сериале есть блестящий поворот от Луи Андерсона в роли его матери. Вместе с этими талантливыми людьми и с одним из создателей проекта Луи Си Кейм, сериал достигает вершин грустной комедии, используя своего главного героя в качестве козла отпущения, но так или иначе очаровывая нас. Номер 4. Конь Боджек Боджек – бывший актер ситкома «Алкоголик в депрессии». А еще он конь. Несомненно, одно из самых фривольных шоу, которое можно найти на телевидении, показывает мир в мрачных тонах с живущими в нем бок о бок людьми и животными. Как и Рик и Морти, сериал наслаждается экзистенциальным нигилизмом, несмешливо и серьезно показывая такие проблемы, как психические заболевания, смерть и зависимость, интересными и уникальными способами. Очень недооцененное и ни на что не похожее шоу – это эмоциональные качели, которые наполняют шутку эмоциональным резонансом, развлекая зрителя на каждом шагу. Номер 3. Южный парк Этот шедевр современной сатиры показывает средний палец всем. В Южном парке нет тем табу – от саентологии до похищения детей, и никто не воспринимает это всерьез. После двух десятилетий в эфире шоу все еще удается оставаться актуальным, что связано с его недельным производственным процессом. Эпизоды делают за несколько дней до их выхода в эфир, что позволяет отражать текущие события более эффективно и смело, чем в любом другом шоу. Бесконечно цитируемый и всегда шокирующий сериал – это нечто большее, чем просто шутки про какашки. Хотя, по правде говоря, они никогда не стареют. Номер 2. Луи В 2017 году комик, стоящий за созданием этого сериала, подтвердил свою вину в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против него. Хотя мы ни в коей мере не одобряем это поведение, нельзя отрицать, что «это, оглядываясь назад, дает перспективу Луи». Стиль стендапа Луи Си Кей выделяется его мрачной точкой зрения на различные темы, что отлично видно на экране. Он миксует множество комедийных стилей, но больше всего погружается в черный юмор. Неважно, рассказывает ли он историю о сексе, отцовстве или повседневной жизни, в этом есть что-то невероятное. Это не всегда легко смотреть, особенно после откровений, но смех и социальные комментарии, безусловно, хороши. Прежде чем мы объявим первое место, вот несколько почетных упоминаний. Номер один. В Филадельфии всегда солнечно. Этот сериал начался в 2005 году с эпизода под названием «Шайка расистов». С таким началом не было никаких сомнений в том, что в дальнейшем он окажется на довольно опасной территории, и он не разочаровал. Наблюдая за злоключениями пяти друзей, которые владеют баром, сериал показывает, что эти социопаты практически не понимают, что является приемлемым. Зрители следят за тем, как они разрабатывают свои идиотские схемы, которые снова и снова заканчиваются смешной комедией. Это где-то на грани веселья и оскорбления. Отвратительные люди никогда не были настолько смешными. Согласен с нашим выбором? Какие комедии с мрачным юмором мы забыли? Напиши мне в комментариях. Смотри другие интересные видео на WatchModja Russia, подписывайся на канал и включай оповещение, чтобы смотреть новые ролики каждый день. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!